Приветствую вас. Проблема заключается в конфликтах с молодым человеком у автора вопроса, которые достаточно резко возросли по своей интенсивности в определенный период жизни пары. Да, после определенных проблем у молодого человека автора вопроса, у них резко возросла степень интенсивности конфликтов. Молодой человек обменяет автора во всем, чем только можно и, в общем-то, пытается как-то принизить ее. Я думаю, что с точки зрения психотерапии здесь имел бы смысл вам, во-первых, выразить, прожить те чувства, которые у вас есть, обиды, злость, вот. Увидеть, чем вас задевает эта ситуация, если она вас задевает, и тогда уже решить, что делать дальше. По моему мнению, и не только в конфликтах участвуют оба человека, две стороны, таким образом можно, в принципе, сказать, что у вас, с вашей стороны, также есть вклад в конфликт, ну, в конфликтную ситуацию, вот. И очень важно увидеть, что вы делаете для того, чтобы конфликт был, вот. То, что вы сейчас этого не видите, и говорить мне, что вот все из-за него, и это он во всем виноват, и он меня обвиняет, обвиняет, вот. Связано это с тем, что вы вину действительно чувствуете, вот. То есть, по факту вы пытаетесь защититься от вины. По факту вы пытаетесь сделать так, чтобы чувство вины вас не беспокоило. Но, в то же время, совершенно очевидно, что вы ее местами чувствуете. Вот. То есть, чувствуется, что где-то вы в себе вот сомневаетесь. Не уверены в себе, боитесь. На это намекает и ваш вопрос, что делать, писать ему там, или подождать, пока он остынет. Это ваша жизнь, это ваши отношения, это вам решать, как действовать. Но для того, чтобы вы могли это сделать, вам нужно сначала разобраться в себе и понизить ваш психочувственный тонус, да. Вот. Потому что вы сейчас эмоционируете, не совсем понимая, что это за эмоции, на что они направлены и что за ними находится. Вот. Молодому человеку, если ему что-то выражать, да, то нужно выражать что-то не то, чтобы не конфликтное, да, если человек не хочет вас принимать, он не примет. Но, скорее, что-то более аутентичное для вас. И тогда вам будет легче, и тогда вам будет проще. Вот, пожалуй, как-то так. Вы приводите в пример то, что вы для него делали. Да, вы говорите, что вот, я там его успокаивала, помогала, как могла. И тут тоже есть такое ощущение, что вы это делали через какой-то напряг, то есть вам этого делать не хотелось, почему вы сейчас об этом вспомнили. Вы не допускаете мысли о том, что то, как ведет себя молодой человек сейчас, не связано с тем, что было у вас до этого. Вот. Тем не менее, если у вас раньше были ссоры, пускай они такие сильные, это говорит о том, что все же в коммуникации есть проблемы. И исходя из этого, я думаю, что вам стоит пересмотреть в принципе то, как вы себя репрезентуете в отношениях. Вот. То есть, как вы себя показываете, что вы показываете, какие свои роли отыгрываете, как проявляетесь и так далее. Вот. С этим всем нужно разбираться. И последний ключевой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, чего вы хотите вот в этой ситуации в целом. То есть, если писать, то зачем, да, чего вы хотите, если мне писать, то вот тоже, то же самое, чего вы хотите в этой ситуации, какая у вас сейчас актуальная потребность в чем. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.